В Казани в наручниках оказался мужчина, который облачился в форму дворника, чтобы напасть на местного жителя. Маскарад понадобился злоумышленнику для того, чтобы взять свою жертву в плен, выбить деньги и остаться при этом незамеченным. Подозреваемый пошел на дело, вооружившись капроновыми колготками и балаклавой. Нелепое оправдание задержанного в материале Дениса Бушуева. Штурмовать эту квартиру не пришлось. Ее обитатель сам открыл дверь силовикам. Руки! Сдели! На колени встал! Этот мужчина подозреваемый в разбои и вымогательстве. В городе Казань когда он находится? С августа. Какого года? 19-го. Цель приезда? Тут живут товарищи, которые меня обокрали. Мехинаторы. И задача вернуть деньги. Возвращать якобы свое мужчина пришел на одну из парковок Казани. Там он подкараулил 33-летнего местного жителя, когда тот садился в машину. Злоумышленник набросился на него с кулаками. После нескольких точных ударов налетчик затолкал мужчину на заднее сидение иномарки. Надел на него наручники. За шею привязал капроновыми колготками подголовнику. А чтобы дезориентировать, надел на жертву балаклаву. Я успел увидеть, только что куртка на нем была. У нас такие дворники ходят в униформе. Человека этого раньше я не видел. На машине проехали немного. Остановился он и стал угрожать мне, что убьет. Типа, если я ему 250 тысяч долларов... Я сказал, что у меня нету этих денег все равно. Ну и пообещал ему, что попозже его путь. Тогда налетчик вытащил из кармана жертвы более 20 тысяч рублей. Из машины забрал видеорегистратор и поспешил скрыться. Вот он бежит в соседний двор. Спрятавшись от посторонних глаз, злоумышленник складывает в рюкзак похищенное. Затем избавляется от приметной куртки. Благодаря этим камерам сыщики вышли на след подозреваемого. Сразу выяснилось, в коммунальной службе Казани мужчина не имеет никакого отношения. Сейчас полицейские выясняют, есть ли еще нападение на счету задержанного. Денис Бушуев, Максим Ларин, Петровка, 38.